Всем привет! Меня зовут Софья, и вы на моём канале. И в этом видео я хочу вам показать те вещи, которые мне понравились в феврале. То есть мои фавориты за февраль. И если вам интересно, то давайте уже начнём. Оле! Первая это книга. Называется она «Дочь». Обложка очень прикольная, такая матовая. Ну ладно. Это «Детектив. Новый уровень». Я прочитала больше половины. Мне очень интересно, чем там всё кончится. Там рассказывается про то, как одна девочка одним вечером не возвращается домой. И мать начинает искать, чем дальше углубляется, тем больше начинает узнавать о своей семье. Ладно, не буду вам говорить, что там случилось дальше. Если вам будет интересно, то обязательно прочтите её. Мне она очень понравилась. На момент я уже прочитала. Я вам очень рекомендую её к прочтению. Теперь перейдём к каким-то более косметическим и уходовым средствам. И первое это «Крем Невея». Крем для рук. Здесь он с алоэ верой. И я не знаю, что больше сказать. Мне кажется, у всех зимой сохнут руки. И весной, и осенью. И так что это было просто моё спасение. И очень-очень-очень хороший крем. Следующая – это вот такая вот укрепляющая сыворотка от Гарниер. Это для волос. И это очень крутая вещь. Это для кончиков волос, чтобы они не секлись. У меня очень сильно секутся волосы, особенно зимой. Потому что из-под шапок они мёрзнут на морозе. И вот это тоже было моё спасение. Так что я эту вещь вам очень рекомендую. То есть после того, как вы помыли голову, вы капаете маленькую капельку себе на руки, растираете и вот так распределяете по кончикам. И суть в том, что даже если вы нанесли как-то много, это же масло, оно просто впитается вам в волосы. От этого хуже не будет. И голову не придётся мыть. Так что вердикт этому средству – оно просто меня спасало всю зиму. Следующее – это освежающий спрей для тела. Его я покупала, по-моему, в H&M. Он очень-очень-очень приятно пахнет. Пахнет персиком, что очень круто. И это уже второй флакончик, и я его вот настолько истратила. За зиму у меня ушёл вот такой, и вот от этого ещё чуть-чуть. И очень приятный сладкий запах. И весной его тоже 100% можно использовать. Следующее – это крем для лица. Очень полезная вещь. Тоже, особенно зимой, на морозе всегда сохнет лицо. Так что вот эта вещь меня тоже спасала. И здесь её осталось очень-очень мало. И это ещё как бы чистящее средство, там, от всяких прыщей или ещё чего-то. Но я её брала только в целях того, чтобы увлажнить своё лицо. Третья – самая милая вещь, наверное, во всём этом видео. Это вот такие мини-помадки. Мини-помадки, да. И здесь три штучки в наборе. Больше всего мне нравится вот эта. Вы её уже видели в моём предыдущем видео. Если нет, то обязательно смотрите его. Ссылка будет в описании. Это как масло. Оно очень-очень увлажняет губы. И губы вообще не сохнут на морозе. Но эти просто добавляют им цвета. И выглядят тоже нереально милые. Кстати, плюс то, что это в очень маленькой коробочке. Это можно и в школьный рюкзак положить, и в маленькую сумочку. Но если, к примеру, нужно только масло взять, то вы спокойно можете взять его. Она тоже очень маленькая, даже в карман куртки поместится. Перейдём к одежде обуви. И первая вещь. Я не знаю, как висеть вам её в камеру. Но давайте я всё-таки попробую. Так, где здесь начало? Сейчас, секунду. Это очень милая, мягкая дуплёнка. Купила её, кстати, в начале февраля. Нет, в конце февраля или в середине февраля. В феврале, короче. И носила её. Но её можно носить только максимум до минус пяти или до минус восьми. То есть в минус пятнадцать её не оденешь, что очень жалко. Но всё-таки я её старалась носить максимум. И сейчас весна, и тоже её можно носить. Она очень тёплая, ну, для своей погоды. И у неё очень прикольный цвет. То есть он как-то переливается на морозе. Когда ты идёшь, и светит солнышко. Ой, не на морозе, а на улице. Светит солнышко, и она какая-то фиолетовая. В помещении она какая-то с зелёным оттенком. Я не знаю, как это передать. И это выглядит реально очень круто и прикольно. Верхняя одежда – это всё. Теперь перейдём к такой более в седенной одежде, что ли. Это вот такой вот свитер, очень прикольный, мятного цвета. И здесь такой кармашек с камушками. Я его вот честно носила, не снимая везде. Хоть он и очень тёплый, но в нём зато очень тепло. И в помещении в нём не жарко, хотя здесь стопроцентная шерсть. И покупала её в каком-то шоуруме. Если найду, если там ещё есть, то я оставлю ссылку в описании, но не обещаю. И я его очень круто заправляла в чёрные джинсы. Выглядело это очень прикольно. Но суть в том, что он быстро пачкался. Буквально ты его оденешь 2-3 раза, и он уже как будто грязный. Не как будто, а грязный. Вот, но всё равно мне он очень нравится. И весной я его точно буду носить, когда ещё будет, ну там, минус 5 или плюс 5. Так что, да, буду тебя носить. Я тебя не забуду. Первое это вот такие вот уги. Вы понимаете, что мне пришлось 2 раза за зиму покупать зимние обуви. Первое это были серые уги. Я в них ездила в Москву, там во влоге. И в некоторых моментах вы, возможно, их видели. Но суть в том, что когда я вернулась в Питер, я открывала подъездную дверь и вот так прорвала здесь свои серые уги. Нет, везучих действительно. И с ними невозможно было ничего сделать. Поэтому я пошла и купила другие. Они такие как перламутровые. Очень мягкие мягкие сверху. И они, мне кажется, даже качественнее теплее предыдущих. И они мне тоже очень нравятся. Они тёплые, естественно, как и все уги. И уги моя любимая, если честно, обувь зимой. Потому что они как тапочки. В них очень удобно и мягко. Ты вообще, честно, идёшь как будто бы в тапочках. И следующие это кроссовки. Это вот такие вот Nike Huarachi, которые я давно себе хотела. Но как-то я заходила в магазин и всё думала. Нет, не возьму или взять или нет. Но один раз я пришла такая в магазин. Я даже не знаю, мне не нужны были кроссовки, потому что у меня были. И я просто такая, нет, я не могу больше. Мне нужны. И там остался именно мой размер. И ещё большой какой-то. Но нет, ну как их можно взять? Они такие как бархатные и очень прикольные. Мне нравятся. На физкультуру я их не ношу. Мне их жалко. Так что я хочу их носить весной. Но в феврале их тоже в некоторые моменты носила. Кто подписан на мой инстаграм, кстати, тот уже видел. Там у меня в этих кроссовках на некоторых фотографиях. Они мне очень нравятся. И тем более как можно в новый сезон без новых кроссовок. Нет, это буду не я. Так что вердикт вам. Буду вас обязательно носить. Ну вот и всё. Это было всё. Я вас очень люблю. Всем пока-пока. До новых встреч. Поставьте пальчик вверх, кстати. Подпишитесь на канал. Пока.